На этот раз Рубик у команды ВП. Такое ощущение, что команды, кстати, я наблюдаю от матча к матчу, особенно если матч в формате Best of 2, просто берут тех, кто тащил у соперников и забирают их себе. Ну и теперь вот Virtus.pro забрали Рубика себе, который наказывал на легкой линии, в частности, Иллидана на антимаге, хотя кто там Иллидана на антимаге не наказывал. Команда Яхум забрала себе Разора, забрала себе Винтерный Верн, Баунти Хантер и Лина тоже отъезжает в пик китайского коллектива. Ну, Шейкера забанили. Шейкер, по идее, на сложную линию здесь планировался. Фобос достаточно хорошо сыграл на данном персонаже, но дотащить, додавить у команды Virtus.pro сил не оказалось. Продолжение следует... Туск, Лина, Баунти Хантер, Винтерный Виверн и Разор укомплектовались. Ребята, Роти Кей на данный момент, в принципе, все уже, для своей команды все подготовил. Команда Virtus.pro должна еще забрать одного героя на сложную линию. Пока что для Фобоса персонажа здесь не вижу, но Туск мог бы зайти под данной комбинацией ВП, но единственный минус, они пикают вторыми, так что ничего, в принципе, с этим не сделаешь. Тайт Хантер. Долго-долго-долго я ждал этого героя. Тайт Хантера периодически банили на ранних стадиях группового этапа, но так, чтобы он в пик зашел, не приходилось видеть. Ну и Тайт Хантер у команды Virtus.pro. И очень хорошо, что у команды Virtus.pro есть Рубик, а он не у команды Yahoo. Иначе были бы здесь реведжи в две стороны, и ВП могли бы пострадать. Рубик от Лила. Год забирает себе Queen of Pain. Ancient Operation это FNG. Гирокоптер Иллидан и Тайт Хантер на Фобосе. Вот теперь Иллидану достался гирокоптер, никаких годов на гирокоптере. Может быть в этом и есть свой плюс на самом деле. YJ снова будет играть на Разоре и, наверное, опять будет играть на легкой линии. DDC. Винтерн Виверн себе забирает. Ланэм будет играть на Баунти Хантере. Лина это Сити Вай. И Таск для Ротики отправляется в сложную линию. Тут просточковый, в принципе, пик у команды ВП. Он какой-то, знаете ли, давнёшний. Тот, который был месяцев 5-6, наверное, назад, а может и год назад. Ну, самое интересное, что Virtus.pro в принципе уже определили для себя место. Они в любом случае в четвёрке. Поэтому ничего бояться им нельзя. Virtus.pro тут расслабляется. На самом деле они уже 100% прошли по сетке Винеров. Так что, естественно, они веселятся здесь. Им хорошо, им классно. Но там Империя, стеснув зубы, смотрит за этим матчем, ждёт результата этого матча. Потому что Е-Хоумы являются принципиальным соперником для них. И косвенно для команды Virtus.pro становятся принципиальными. Потому что от судьбы команды Е-Хоум зависит судьба Team Empire. Но это прекрасно понимают Е-Хоумы. Они понимают, что надо выигрывать сейчас у команды ВП. Потому что у цедеков может и не получиться выиграть в принципе. Ланэм, здесь Ланэм, ребята. Поставили сразу же анти-баунти-вард. И Ланэм отсюда уходит. Без ничего, в принципе. Ну и Сетивай забирает себе Лину на мидлейн. И против него будет стоять Гот на Queen of Pain. Razor от YJ отправляется на сложную линию. И с ним в пару уже отправляется DDC на Winter Nviver. Ну и дабла внизу Роти Кей плюс Ланэм на Баунти-Хантере. Но Ланэм больше будет гуляющий, конечно, чем стоящий на линии. Скорее всего будут в классической манере использовать Баунти-Хантера. Гот уже начинает настреливать по Сетивайу. Вообще-то для Квапы тут раздолье полнейшее. Хоть прыгай и убивай. Ну и скорее всего Гот прыгает. Прыгает чуть-чуть подальше. Под ноги себе Сетивай давал Light Strike и Рей. Думал, что Гот будет прыгать прямо на него. А Гот совсем не глупый парень. Гот прыгает немножко левее. И в любом случае Лину перехватывает. Вот она эта Queen of Pain. Почему ее, собственно, берут в каждом матче? Если вдруг вы задавались этим вопросом, вот вам ответ. Наявный. Потому что она убивает. Она убивает, она хорошо фармит. У нее крутой потенциал вплоть до лейты. Она имеет вариант, в принципе, одеваться, как ей вздумается. Посмотрите на ее фигуру. Конечно, она может одеваться, как хочет. Все будет смотреться на ней хорошо. Но это, это шутка. На самом деле, Квапа, если по-серьезному, то Квапа даже в лейте умудряется одеваться у нас в Керасу. На нее собирают мою стромы. Тоже это возможно, если вдруг ей надо физдэмидж. Она не вытаскивает одними скрим оф пейн в лейте. Ее просто переодевают. Денег много, в принципе, в лейте бывает. На Квапе и переодевают ее в обычного ДДшника. И она разносит с офигенными своими Соник Вейвами, со всем, с блинком этим антимаговым. Разносит, и это не проблема совершенно. Дэмэджа много, скорость атаки нормальная. Это вот просто так, из Википедии, цитатка «За что я люблю Квинов Пейн». «За что я люблю Квинов Пейн». Роти Кей внизу на Атаске, 3 на 0 счет у него, или Дан 12 на 6. То есть, в принципе, может Иллидан и наказать здесь Роти Кей. Сейчас Рокет Бараш уже откулдауниться, и сейчас Роти Кей можно и убить. Для этого крипов надо развалить. Все, теперь за Роти Кей должен бежать Иллидан. И опять подошла вторая пачка крипов. Видно, что хотел сделать Иллидан. Он хотел по-тихому флэккэннонам разнести крипов вокруг Роти Кей. И полностью Рокет Бараш впилить в Тулска. Не получилось. Пришли новые крипы, слишком долго ждал у нас Иллидан. В это время Квапа забирает Лину еще раз. Год уже имеет 2 кила. У него 13 на 2 счет. И Мидлейн теперь не будет таким, как был в прошлом матче. Где Сетивай, по сути, наказывал Года. А нет, а подождите, Год хорошо фармил. Там Сетивай наказывал команду ВП. Моя команда проиграла, но я не проиграл. Лил перемещается к Иллидану. А зачем? Не очень понятно. Ну хотя Лил здесь приобрел свиток портала, значит будет сейчас уходить. Я просто на секундочку. Я просто за свитком. Сейчас, я уйду сейчас. Год опять, скорее всего, будет выходить на Сетивай. Да, Stream of Pain пошел по Сетиваю. Shadow Strike от Года. Под рассказ, конечно, Лины попасть было бы неудачно Году. Но был вариант, наверное, и прыгнуть дальше за Линой. Она-то вообще без ХП останется, в принципе. Сейчас, кстати, Фейтболт или что угодно вообще от Лила. Сетивая может приговорить. Сбивает банку Сетиваю, Лил, и уходит отсюда. Ну тоже полезно. Так, Курьер Дайеров развалился. Вот он, Ланема. Хитрюга. Почему? Я не вижу ничего, кстати, в Курьере. Почему ты сейчас 150? Стоимость Курьера была написана 1150. В Курьере вроде бы ничего не было. Ай, не того Курьера смотрел. Вот он, Курьер команды Virtus.pro. У него есть Боттл для Года. У него есть Бутсов Спид для Года, есть Витак Портала. И все здесь для Года. Ну, сам виноват. Сам вел, сам недоконтролил. Его дело личное. Ну и, конечно же, Ланема Мув нестандартный, потому что здесь, в принципе, не было Ланема. Он аж сюда зашел и здесь бахнул Курьера. Год вынужден пешком ходить. Самое печальное, что он-то пешком пойдет на базу. Но там на базе ничего не будет. Как Курьер умер, так и с Курьером. Все. В принципе, унеслось на 2 минуты в никуда. ВП выигрывали более 1000 по золоту. Теперь по фарму начинают просветать. И графики до наля. Так ФНГ ловят. Уай Джей на ФНГ. Кулдфит на Уай Джей. Уай Джей заходит дальше. И ФНГ здесь, в принципе, разваливает. Фобос дальше. У него есть. Энкор смеш. Лил прилетает сюда. Надо хотя бы телекинезом достать хоть по кому-то. Уай Джей ухпшный. Уходит отсюда. Хватило. Ну, в спида Уай Джей. У него есть. Пауэр третс. А у Фобоса ничего. У Фобоса обычный тапок. Поэтому не достал. У Лила, по-моему, вообще. Нет, у Лила тоже есть тапок. Но, короче говоря, до разора далековато было. 358 разор. И 340. Да. Рубик не догонял. Опять Лан Эм здесь. Сейчас будет резать Рубика. Но он дает инфу своему тиммейту. Поэтому сетевая будет поосторожней. Сейчас еще, кстати, немножко инфы в спину. Мне кажется, Лил даст Лан Эм. Когда будет Shadow Walk заканчиваться. Когда откэдэшится, точнее. Под коленочку. Ножом. Ну, вард от команды Ехом. Я уже думал, что Гот стоит, не палится. Что здесь есть вард. И отходит Гот. Реакция просто феноменальная. Реакция Мангуста. Ну, и Лил решил постакать. А здесь, смотрите, что стоит. Не стакается. Надо теперь девардить. Надо уже что-то, в принципе, делать в команде ВП. Потому что они проседают по фарму. И это не шутка, кстати, на этого варда. В частности, он просто план рушится. Фобос отправляется в лес. В это время где там Иллидан? Иллидан на легкой линии фармит. Так, а где это? Где это Баунти Хантер? Это здесь. Это квапа на варде, в принципе. Нашла здесь Лан Эмма. Иллидан вынужден переместиться на легкую линию. А Фобос должен теперь искать себе место. Для Фобоса вариантов каких-то фармить спокойно на лайне не имеется. У Фобоса, кстати, уже есть даггер, посмотрите. Нет, вы, конечно, не видите, но у Фобоса есть даггер. Вот он, в руке. Со старта. Супер читы. Да, блин, даггер, мистикл. Ну, нормально, сэкономил хоть со старта 2.250. Ждем нормальных врывов и рейваджей. 8 минут сыграно. По золоту команда Яхоум впереди. По экспириенсу впереди ВП. Иллина приобретает там ПТ. И, кстати, ну давайте еще немножко подождем и посмотрим, кто что купил у нас. Год уже все себе принес. Курьер пока еще живой. Но это до поры до времени. Вот уже бегает Ланем у нас. Чудной. И уже, по-моему, бежит, кстати, сейчас Курьера убивать. Ему, по большому счету, сейчас вообще ничего не интересно. Бей Курьера. Победа, в принципе, придет. И смотрите, он просто стоит на вот этом пути. На вот этом пути. Который проделывает Курьер. В полете на секрет шоп и выжидает. Никаких эмоций. Он просто делает свою работу. Он стоит, ждет, когда сюда придет Курьер. Там пока файтов никаких. Я хочу просто в его глаза посмотреть. Не смотри на меня, я стесняюсь. Ждет Курьера. Курьер не придет, Ланем. Ты можешь, в принципе, уходить. Полетела Кура в другую сторону. А Ланем ждет. Ланем готов ждать тут сутками. Просто, я не знаю, хатик Ланем. Самая печальная история. Баунти Хантер, который ждал. Ладно, жди, окей. Ну а с другой стороны все равно делать нефиг. Ну и постою. А что? Команда там фармит. Занимается чем-то. Ланема нет. Каких-то перспектив тоже немного. Постою, подожду Курьера. Че мне? Может он АФК вообще? Разбудите его. Там, посмотрите, на мини-мэп, в принципе, ничего не происходит. Я думаю, что есть смысл пока остаться здесь. Потому что, ну, пацану просто в одиночестве здесь сдохнуть можно. Все, успокоился Ланем. Пошел взлиться. Ушел в Шадоу Вок. Пойдет теперь еще чем-то заниматься. Ну, сейчас пойдет сюда постоит. Просто какая-то стоячая дота. Анти-дота. Квин оф Пейн. 670 голды на руках. ПТ есть. Роуп оф зе мэджи готов для года. Значит, будет появляться Оркит. На самом деле есть против кого. Лина, например, под Оркитом развалится. Хотя, подождите. Да, да. Сейдж Маск приобретает себе Квапа. Ну и ждем появления Блиментстафа. Дальше больше. ДДС пытается поймать. Реведж пошел от Фобоса. Потому что по дартику Берна может и улететь отсюда ДДС. Ну и последний удар кулдауна от Иллидана прям под хвост. ДДС, ДДС отвалился. 4-1 Эмпайр. Впереди по фрагам, а по голдея впереди Ехоумы. Даже странно. Ланем не фармирует. Опять он здесь, а? Я только о тебе рассказывал, ребята. Ладно, все, ухожу. Все, все. Последний раз обещаю. Да будет он стоять там. Я вам точно говорю. Он тут закопал что-то. ФНГ. Сейчас, кстати, в опасности находится. Баунти Хантер близко. И вот ФНГ, кстати, показывает Баунти Хантеру, что у него даже уже есть 6-й левел, а у Ланема до сих пор нет. Потому что ты что делаешь? Потому что ты стоишь на месте. Сколько ты будешь это творить? Ладно, все, все. Я говорил, ухожу, ухожу. И развернулся сразу. Я слежу за тобой, чувак. YJ. Хедряс уже у него есть. На Баклер тут практически всего достаточно. Да, в принципе, есть все на Баклер. Осталось YJ насобирать 700 голды. Даже меньше 600 голды до появления Мекки. Со стороны команды ВП Мекку тарить, я так понимаю. Есть кому Баклер, есть у Тайт Хантера. Тайт Хантер будет Мекку собирать. Квапа у нас, по идее, уже саблимент. Стахом одним должна быть, так и есть. Ланем заходит на ФНГ. Пока что Капитан не подходит близко. Но если подойдет, по идее, должен здесь и остаться. Ну и вариантов, в принципе, самому засейвить никаких. Задынай тоже 60 демеджа. Это проблематично против двух перекачанных мужика и бабы. Тут, в принципе, и не задынаешь, особенно тавер. Тем более, дамаги много, а у ФНГ вообще нет никакого демеджа с руки. Винтерн Виверн от ДДС. Транквилл Боцы уже есть. Ну и все. На этом пока что ДДС остановился. Как дела у Фобоса с реальным даггером? Ну ничего, видимо, не будет по даггеру, пока Мека не появится. Придется пользоваться тем, который в руки. Таск. Есть Боттл, есть ПТшка. У Луан Нема. Пока ничего, да и откуда взяться. Чему-либо. 550 голды на руках. Разор. Все уже собранной Меккой. Вайджи. Лина. Вот Сетюай отправляется в лес. Ну и давайте теперь по команде ВП пройдемся. Они в лесу во вражеском не стояли, на секрет шопе. Значит, гляди, что-то и насобирать должны были. А Лил? Нет, нет, я смотрю. Да и стоял. Так, умирает здесь Баунти Хантер. Год его просто стирает очень быстро. Соник Вейв от года плюс ульта аппарата. Две ульты в Баунти Хантера. Будто кто-то им рассказал, чем Баунти занимался прошлым летом. Так, Тайт Хантер. Так, все. Теперь по команде ЕХО. То, что мы видели. Тысяча голды на руках у Лины. Уже есть ЕУЛ. И сейчас Квапа об этом узнает. По таймингу. Лайстракеры под ноги. Пригвоздила Квапу просто к земле. Сетюай. Зарабатывает первый фраг для себя. Какое-то больное безумие в смехе Лины я слышал. В принципе, так терпеть еще бы. Откуда там здоровье взять. У Винтерн Виверн мы видели, что у Розора видели. У Лины тоже, в принципе, видели. Ну и все. Давайте теперь графики открывать. Полторы тысячи ЕХО по золоту и по экспириенсу тысяча для команды Виртус Про. Лил забрал Артик Берн у нас в Винтерн Виверн. Как это работает, интересно. Может Лил улетать высоко и перелетать через деревья? Лил под Артик Берн. Ринжа, конечно, чокнутая под Артик Берн. У Виверна становится. У Лил, как я понимаю, тоже. Пока что Виверну забрали. Можно Вай Джея ловить. Ловят еще и Ротикея. Лоу-Кпшного ФНГ. Здесь колл-фит под ноги Ротикея. Ротикея должен умирать. Ротикея отправляется в таверну. Или Дан на помощь здесь в убийстве Вай Джея. У Года нет Соник Вейва. Как же его ловить? Год Шадоу Страйк должен запилить хотя бы Вай Джея. Под ноги здесь еще и Лёдик от ФНГ. Но Вай Джея в итоге ушел. Не неси у первого левела. Там не поймать. Ульта пошла от ФНГ. Вай Джея вроде же достала по нему. Ну нет, 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 не прошло. 815 голды заработала команда Виртуз Про. Ой, и по экспириансу 1200 тоже для ВП. У Тайда уже есть Мека. А Фобос теперь должен позаботиться о Дагере. Здесь ничего, в принципе, у Виверны. В общем-то ничего, ну и... Ждем появления важных артефактов для команды ВП. Тут Оркит должен появиться у Квапы. А по-моему, все уже готово. Нет, нет. У Года есть рецепт на Оркит. И осталось насобирать Квартер Став в Квапе. Год на базу самостоятельно вернулся. Не очень понятно, зачем, кстати. Видимо, пополнить Батлу и на Роху, по-моему, собирается команда Виртуз Про. 17-ая минута. Смог провязали. Видят, где находятся их соперники. Как будут обходить, пока непонятно. Здесь Квапа, в принципе, байт может быть и на Года. Ну и Спалт Смоук с командой Виртуз Про поняли, что кто-то здесь рядом. Ульта ФНГ в никуда. Фобос, как же, Даггера здесь не хватает, да? А потом еще 15 секунд постоять, ждать, когда Реведж от Кдш. Так ворвался бы просто, как чертяка. Фобос у нас начинает пилить ФНГ. Отпили голову ФНГ собственной командой. ВП. Кулдаун пошел от Элидана. Соник Вейф от Лила. Минус 3 от команды Ехум. Рейдж Байбек от Лины. Отлично. И что ты сделаешь? Ничего. Ну и Лина успокоилась. Я видел, еще раз говорю, это больное безумие в глазах Лины, когда она в соло распилила Квапу. Ну и здесь этот Рейдж Байбек. Ну не Рейдж, конечно. Он думал, что подраться здесь еще можно было. Ну команда ВП думала иначе. 4-10 становится счет. Виртуз Про заработали прилично так по золоту. Вроде как Ехумы фармят получше, а ВП убийствами фармят. Ну почти в ноль преимущество команды Ехум скатилось. По экспириенсу ВП повыше 3 тысячевых пользы. Ульта ФНГ полетела. Куда? Не прочекал. Ну и все. Потеряли свое преимущество Ехум. 3 тысячи в никуда отправлены. Ноль по графикам и по экспириенсу ВП впереди на 3 куска. Ну и под Смоком команда Ехум сейчас и понятия не имеет, куда там ВП идут. Завардили все ВП. Смок с них спал и Ехумы остаются в принципе теперь в безопасности. Ну, в общем-то без даггера. Фобос становится полезным постольку поскольку. Если врывается Ехум на ВП, то может он провязать нормальный, в принципе, хороший реведж. А самому где-то ворваться не получается. Здесь есть Виндерниверн, который бегает быстро. Здесь есть Тразор, который тоже мувспид имеет приличный. Поймать его не так-то просто. Здесь есть в конце концов Лин. Ну и вот Фобос пытается зацепить всех. А так бы он прыгнул на хайграунд, конечно. И реведжем сделал бы чудеса. И Сетевая еле-еле зацепили. Сетевая в итоге остается живым. Сетевая есть Лагуна Блейд. Сейчас Фобоса, скорее всего, и убьет Сетевай. Трек висит на нем. Точнее, не трек висит на нем, а под эффектом трека находится Сетевай. Бегает достаточно быстро. Лил лоу-кпшный Лила развалили. Развалили Фобоса. Минус также Фопа. И YJ бежит за Иллидан. Рокет бараш есть у гирокоптера. У самого дамаги минимум. Ну и Иллидан отсюда уходит. В итоге размес не в фокусе команды ВП. 1800 они потеряли по золоту. И по экспириенсу 3000 заработали. Игроки команды ЕХОМ. 7-11. Вроде по фрагам все хорошо, ВП. А по фарму дела не алло. Давайте смотреть на Этворцы. Первое место Сетевай на линии. Ну кто бы еще сомневался в этом. 7-600. Второе место YG. И только-только выбрался туда. Год от Квапы на третьей позиции. И только потом идет гирокоптер от Иллидана. Команда ВП не может нормально подраться, пока нет даггера у Тайдхантера. Что Фобосу делать? Идти на эншентов. Кто будет стакать эншентов? ФНГ. Ну долговато, конечно. ФНГ тут соображал по этому поводу. Фобосу пару патчек эншентов. Фобосу два раза пройтись по собственному лесу. И в общем-то должен быть даггер уже. Без даггера это не жизнь совершенно. Не только для Тайдхантера, но и для команды Virtus.pro в принципе. Вы видели ситуацию, когда если бы Фобос прыгнул вот сюда за катапульту вот этого и дал реведж, он зацепил бы четверых. Команда ВП разнесла бы в пух и прах вообще Ехомов. А так в итоге одну Лину достали и Вижена не было на самом деле здесь. Лину достали, но это мы с вами видели, а команда ВП понятия не имела, куда там залетел этот реведж. Зацепил он кого-то, не зацепил. Они поднимаются на хайграунд, а тут... Ничего вообще хорошего не ожидало их. Абсолютный трешак получился одного героя из пятерых. И в ответ, тем более с хайграунда, команда Ехом, естественно, ВП развалит. Сетевая увидели. У него есть ЕО. Сетевая будет ли поднимать себя в ветра или что ему вообще делать? Сетевая так просто, конечно, это не делать. Но это совсем перебор уже. Потрачена у нас Лина. У нее уже есть Митрил Хаммер и есть Огр Клаб. Сетевая собрался в Блэк Кинг Ба. Хорошо, значит, от реведжа будет избавляться. От реведжа, от Рубика, в частности. Потому что дарить Рубику Лагуна Блэйд это тоже, согласитесь, немножко не то. Или нет? Нет, 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 нет. Работает столстик. На ДДС потратил у нас реведж Фобос. Это уже какая-то психодота абсолютная. Год дальше за YGM. По нему летит ракета вот или Дана. Ну, Год передумал. Подходить близко, потому что там и Афзе Сторм, Афсоло. Подраться против Разора, наверное, Год не смог бы. Ну, едва их забрали игроки команды Virtus.pro. 13-7. Yehum давят по золоту. И при этом ВП все, что отыгрывают, это отыгрывают фрагами. С трех до полутора тысяч спустилось преимущество команды Yehum. По экспириенсу Virtus.pro впереди по-прежнему почти две тысячи. Оставьте крипов Фобосу. Ланэм в инвизии. Рядом с ним сразу три игрока команды Virtus.pro. Прошли мимо, не наступили на Ланэма. Что очень важно. Ну, и не под смоком шли, а так бы поняли, что где-то кто-то рядом. И тогда бы в Dust of Experience и приехали. В команде ВП вообще по-хорошему всегда бы ходить под смоком. Это заведомый фраг, потому что в любом случае наткнешься на Ланэма. Ланэма в лесу так наланемлена, что каждые две минуты команда ВП мимо пробегает и знать даже об этом не знает. И власти об этом молчат. Если бы знали, конечно, ну, не точнее, если бы знать, если бы смоки ее взяли, понимали бы, где находится Ланэм. Но по-своему лесу гуляют абсолютно свободно в Virtus.pro. Естественно, не переживают. И таким вот образом Ланэма не видят. Хотя Dusty с собой носят на случай какой-то агрессии от команды E-Home и, в частности, от этого диверсанта. Все, Тайтхантер. Даггер есть. 25-ая минута для Фобоса. Печальненько, конечно, по таймингу. Но, с другой стороны, у него есть Мека и у него есть Аркан Буцы. А это означает, что скоро у него будет еще и Гвардиан Гривз. Для него он более чем полезен. Подкраденшелом он и так не пробивной, а там Хипориген чокнутый будет. Так что Фобос тут будет супер-супер большая, толстая, зеленая полосатая аптечка. С функцией Реведж. У Года уже есть Оркит. Окрклаб есть для Квапы. Ну и немножко совсем остается до Блэкинг Бар. Если это будет Блэкинг Бар, а не Аганим, что тоже, кстати, полезно. Ну и забирают Ротикея. Оркит уже начинает себя отрабатывать. Квапа приобретает себе Блэкинг Бар. Аганим будет немного попозже. Ульта ФНГ вниз. Цепляет Ситиуая. Летит сюда Лила. В это время команда Ехом, кстати, на Лила сейчас. Если выйдет, Лила заберет. Знает теперь, где находится коллектив ВП. ВП игроки команды Ехом и вынуждена отходить. Там уже Айс Шардами поливает Рубик. По лесу проверить. Вдруг здесь Ситиуай. Кстати, чуть-чуть совсем не достал. Или, по-моему, достал. Потому что пингуют прям по Ситиуаю. Все, Ситиуай улетает. Бешеная баба. Прилетела под ноги Лайстрекера и Драгон Слейф побежала. Ну, ясен, пень, да? Что все это под Файри Сол. Просто она так смотрится дурацки. Вот опять. Команда ВП готовится выйти на Роху, как я понимаю. По идее, есть даггер у Тайтхантера, есть реведж. Поэтому заходить можно. Айс Шард никуда не девался от Рубика. Там, гляди, еще что-то подстелить можно в процессе этого файта. Ну и ВП, кажется, мне посильнее немножко на данный момент. Они проигрывают экономически, проигрывают по экспириенсу. Но они нафармили все необходимое. У Иллидана есть Анжиньяш. У него нормально все по спелам. Так, врыв у нас пошел на Иллидана. Ну, там трещало аж по швам. Было понятно, что кто-то сюда идет. Иллидан стоял. Ждал, вдруг пронесет. БКБ для Гирокоптера. А вот теперь надо идти и забирать Рошана. Пока это не сделала команда Ехома. Не под смоком. Лан М1 единственный в Инвизе. Прыжок пошел у нас от Ротикея. Реведж сразу от Тайтхантера. Почти по всем, у кого не было произведено БКБ, конечно. Ну и что, команда Ехома теряет, скорее всего, здесь... Да, Баунтихантера теряет. Ротикея у нас еще и попадает в ульту от ФНГ. Уже минус 2 от ВФ переворачивает этот файт. ФНГ очень здорово здесь выступил. И года тоже потеряли игроки команды ВП. Здесь Иллидан расстреливает Вайджея. Лоу-ХПшный Иллидан, Артикберн. Еще один удар и Иллидан отвалится. Гот, байбэк, сразу же сюда файт. Вайджея, стопится Фобосом. Вайджея, по идее, отсюда уходить не должен. Ситиуай останавливает у нас Фобоса. Фобос передумал. Нет, 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 нет. Говорит, я не пойду туда. Ну и в год. Добежит ли или не добежит? Добегает до Вайджея. Все, развалили. Минус, не пойми сколько, от команды Виртус Про. Плюс байбэк от года. В итоге в плюсе осталась команда Яхоу. 9-17 становится счет. За Рошана никто так и не подрался. И Рошан стоит печальный. По этому поводу совершенно. Ну какой-то абсолютно сумбурный файт был. И от одной, и от второй команды. В итоге никто, по большому счету, выигрышей не остался. Ситиуай ловит у нас. Ульту ФНГ. Гирокоптер его никак не догоняет. У ситиуай, кстати, Даггер тут напрашивается. Потому что игра становится очень требовательной к вопросам мобильности. Даггер. Две тысячи Яхоум золота. И посмотрите, как все ровно идет. Две с половиной тысячи экспириенс ВП. То есть времени уже 30 минут матча сыграно. А Яхоумы при этом не могут никак вырваться. Ни фавориты, ни ВП не могут перевернуть Яхоум. А по экспириенсу, наоборот, все за ВП. Лил в кустах встал. Ждет Лан Нема. Ну и Хоумы заходят на нижний лайн. Вайджи пошел пушить Т2. Тут Т2 реально лоу-хпшный. Есть вариант, в принципе, его снести. И не знают, что здесь Фобос. Фобос прыгает. Эр, эээ, реведж по троим. Винтерн Виверн прыгает. Сноубол сейчас на Фобоса. Фобос ждет их. Лоу-хпшный ДДС. И добивать его, в принципе, пока некому. ФНГ у нас отъезжает в таверну. Пока что начинает настреливать гирокоптер. И вся команда Яхоум фуловая. Как это получилось? Как это получилось? Объясните мне. Только что там вообще ползал ДДС. И Яхоумы просто разваливают виртусов. Минус 3 в этом файте. Дабл килл от Вайджи. Очень хороший реведж. И очень плохое все остальное. Ротики. Выхилен ДДС. Выхилен Вайджей. Лоу-хпшный, но у него все будет хорошо. Сейчас ДДС с ним справится. Ну это я не знаю уже, что. Ульта аппарата. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Не достает до Вайджи. Жалко. Так бы Разор, конечно, в таверну отправился. Минус 3. В этом файте делает команда Яхоум. Забирает еще и Тавер с собой. За одну драку. 2 500 заработали. По золоту 4 100 по экспириенсу. И теперь будут заходить на Рошана. ВП продолжаю тут по фрагам лидировать. Но посмотрите на золото. 8 000 Яхоум золота и экспириенс. Тысяча с копейками в пользу команды. Яхоум. Хотя тут 3000 до этого в Виртуз Про выигрывали. ФНГ. В прошлом файте не умер. В этом файте были варианты. Будут, я думаю, еще варианты ему подставиться. Так, ловят у нас вроде бы Лину. А Лина сразу же проюзала хосту и бежать отсюда. Ну и Лидан БКБ уже у него есть. Есть Сенжин Яша. Тут надо, наверное, в какой-то нормальной демедж идти, чтобы после реведжа хоть какое-то представление иметь о том, что делать. Потому что сейчас пока непонятно, что вообще происходит. Ну и забирают Тауэр игроки и команды Яхоум на мидлейне. Ирошан стоит. До сих пор он... Такое ощущение, что он крутится. Он то в одну сторону смотрел, то в другую. Где те, кто меня убивает? Здесь нет. И здесь. Вайджей. БКБ на Элидан. Элидан ловит ульту у нас от Виверны. Элидан, он наваливает Вайджей. Улдаун под ноги. Подбрасывает у нас Элидана. Элидан отправляется в Таверну. Ультаут ФНГ. Реведж от Фобоса поздноватенько. Минус 2 делает команда Яхоум в этом файте. И это так просто-просто получилось. Еще и Года здесь оставят. Год у нас улетает. Ну, Год не умирает хотя бы в этом файте. ДДС за ним. Ну, перебору с ДДС. Не чуди. 2 в 1 заканчивается драка. В пользу команды, конечно же, Яхоум. Хотя нам показывает, что Виртуса тут что-то выиграли. Нет, ничего не выиграли. Здесь не посчитали. Одного вообще никого не посчитали. Рубик тот же отвалился. Немножко ошибочные графики. Яхоумы по голде десятка. После Рошана будет. И по экспириенсу тоже тут. Тысяч до четырех, до пяти. После обновления графиков. Доползут. Ульта ФНГ. На Рошана. На Рошан бей их всех. Но не подходят. Шарят ребята. Втроем не подходят. Больше трех не собираться. Социальная программа. Команды UFO. Продолжается у нас издевательство над ВП пока что. YG 112 дамаги забрал у нас у Фобоса. Ну и надо навязывать файт команде Яхоум. Пока у них такая пруха. Пока они так хорошо себя чувствуют. Надо навязывать файты. Если сейчас ВП конечно сливают эту игру. То ситуация станет печальной совершенно для команды Empire. У Ихоумов будет 10 очков. И вариантов каких-то Team Empire попасть в пятерку. В четверку точнее не остается. Или остается. Хотя я там не очень конечно понимаю у ВП. Но сейчас не очень понимаю у ВП. Сейчас 9 очков. Команда Empire сейчас 6 очков. ВП играют свою последнюю игру. У них если они сливают ее. У них остается 9 поинтов. Империя. В принципе если выигрывает у команды MVP. У них будет 9 поинтов. По личным встречам по идее Empire должны проходить вперед. А не Virtus.pro. Или это будут переигровки. Так толком не выяснили я данный вопрос. Вы уж извините. Ихоумы. 11 тысяч или даже 12 тысяч преимущества. По-моему эту игру они планируют закончить. Забрали очень быстро. Кирокоптера у Лины появляется еще и не. Рефрешер орб. Но это просто тоска какая-то. Лина которая 2 лагуна блейда. Вставляет тебе в лицо. Это 950 плюс 950. Посчитайте сами. Вошла ульта от Квапы. Забрали Лину. Лина потеряла Эгу. Убили также Ланема. Ну и никуда не девается. Команда Ихоум. Минус 2 они сделали. Ждут когда упадут бараки. Дальше можно идти вниз. Дальше можно идти на центральную линию. Я не понял. Почему мне у Лины лагуна блейд. А это все. Это я смотрю на количество маны необходимое. 680 думаю. Ну 950 же дамаги. Что так плавит то уже. Нет. Это лагуна блейд. Маны требует 680. У Лины всего предостаточно. Представляете да. Что такое 2 по 950 в лицо. Сквозь БКБ. Не сквозь БКБ. Как угодно вообще. У Айджея появляется Шива с Гвард. У него нет аганима. Но у него есть Шива. Без аганима все складывается достаточно неплохо. Объясню. Сам я это понял конечно. И вам объясню в чем дело тут с Шивой. Почему не аганим. Команда. ВП и Ехум дерутся. Очень разрозненно. Одни и другие постоянно бегают друг от друга. И проблема Ехума в том что они вместе не могут собрать команду Ритус Про. Там Квапа, там Рубик, они мансят, бегают, руками машут. И вот в частности Разор, замедление, мувспида. Для всех кто вокруг команды Виртуз Про это более чем полезная штука. Плюс всех продамажит немножечко. Но хотя бы будет понятно где все находятся. Вспомните файтер. Здесь все между деревьями. Бегали, бегали, прыгали. Непонятно вообще что происходило. И команда Ехума если бы имела тогда Шиву. То поймала бы каждого. И законтролила по-любому. Ну и уже 17 тысяч Ехум золота. 8 тысяч экспириенс. Тоже в пользу команды Ехум. Слушайте, ну мне покоя вообще не дает игра команды ВП против команды Эмпайр. Если дела так и останутся. Если сейчас 2-0 сливает катку ВП. У них все, 7 матчей будет сыграно. И с 9-ю поинтами. Как они будут делить места с командой Эмпайр. Как Виртуз Про с Эмпайром поделят 4-е место. У Эмпайр по личным встречам все хорошо. По личным встречам они 2-0 обыграли коллектив Виртуз Про. Или это не важно и будет переигровка. Тут непонятно толком. И странно конечно ПВП. Вот раз они ЦДЕКов наказали, а ЦДЕКи наказали всех. А Ехумом теперь сливают. Ну Ехум мы сильнее и об этом прекрасно они знают. У них 16 тысяч золота и 10 тысяч экспириенс и преимущество. Ну они готовы заходить на ХГ, как я понимаю. А Иллидан, куда ты собрался кстати? Демонедж. Не тот ли это демонедж, который... Ну вы поняли. Или это какой-то скучный Манкикингбар? Уратики Айсшарт забирает здесь Рубик. Ну где, где Рубик? Где Айсшарт? Вкатываются у нас на Фобоса. У Фобоса есть Треведж. У Фобоса также есть Солбустер. Неужели то, что я думал? Ну да, скорее всего Актеринкор будет у Тайтхантера. Нафига вообще непонятно. Рефрешер собери и все. Какой Актеринкор? Ну пускай. Сколько сейчас КД 150? Будет тулдаун 120. Потрясающе. Ехомы. 16 тысяч золота. 10 экспириенсов. Но и не заходят пока еще. Стесняюсь. Что говорят, Фобоса вообще странный мув с этим Актерином. Если это будет, конечно, Актерин. Ну иначе ничего другого быть не может. Бладстоун, это вообще наркомания. На Тайтхантере. Просто Денайдса, чтобы или для чего это. Лагуна Блейд. По Элидану Элидан выживает. Но обиднее от этого не стало. Ну, Лагуна Блейд кидается 40 секунд. В общем-то, ничего страшного не случилось. Сетевай где-то еще и рефрешерор потратил. Ланэм уже с пайпов инсайд. Вот тут медальон собирается. Потихонечку. Потом Солар Крест будет появляться от Ланэма. Ну и подходит команда Яхум под хайграунд коллектива Virtus.pro. Реведж от Тайтхантера по 2 им. Ульта ФНГ тоже по 2 им. Взлетает у нас Лина в собственные витралы. Гуна Блейд у нее есть. Лина отправляется в таверну. Вайджей лохэппешный. Побили немножко кого-то там под ультой Виверны. Фобос прыгает дальше за Вайджием. Подстопили его понемножку. Шадоу Страйк. В спину. 170 хэпп. Мув спид у Вайджея. Ловите его. Просто держите его. Цепляйте. Что хотите. С ним делайте. ФНГ. Бедняжка лохэппешный. Ротики отпускает ФНГ. ФНГ улетает отсюда. Где ульта? ФНГ. Через 5 секунд аж будет его ульта. Если побегут игроки команды Яхум и поймают ульту Ancient Operation, это будет супер веселье. ФНГ давай ульту. Нечего думать. Полетела ульта ФНГ. Ну и по ДДС попадает. Ну на этом в принципе все. Тайтхантера потеряли. Где твой Актеринкор Тайтхантер? Фобос без Актеринкора. Может поэтому его убьют. Наверное. Вкатывается у нас на СТВА. Рубик просто молочага. СТВА лохэпешный. Под... Как вольно Рубику. Под БКБ пока что у нас СТВА. Минус 3 уже от команды ВП. Гот наорал на всех. 112 секунд не будет Лины. У нее нет байбэка. У Розора нет байбэка. И нет байбэка у Таска. Можно пойти и просто что-то снести. По-моему тут вот такую вот фигню нарисовали только что игроки команды Виртус Про. 5200 заработали за этот файт. 11600 заработали. Экспириенс за этот файт. Ну это круто. Это круто. Это уже хотя бы какой-то намек на Доту. А то терпение постоянно было. Тарин Кор появляется у Года. Эй, Кантер. Я просто боюсь смотреть вообще. Будет это то, что я думал или не будет? Ну должно быть. Ну и Гирокоптер у нас. Приобретает МКБ. Лидан понимает, что и без этого. Можно затащить ФНГ. С чем тут? Аганима никакого пока у ФНГ. И у Рубика появляется Даггер. 67 секунд не будет Лины и 20 секунд не будет Разора. Байпэков у них не имеется. Ну и на Роху пошли игроки команды Виртус Про. Маленькая няшная Нага. Няга на скате. Ну и команда ВП забирает Рошана в это время. Шансов что-то сделать у Яхумов не остается. Айшат полетел от Ротикея. Роха падает. Забирает Аэгу у нас год. И Сыр должен забрать Иллидан. Но не забирает. Кто забирает Сыр? Нет, не ты, не ты. Не ты, не ты. Подождите, неужели не было Сыра? Это второй Роха был только. Да, получается, да, второй Рошан был. Очень как-то долго били Рошана. 45-я минута и только второй Рох. 45-я минута у нас уже пошла. Команда Виртус Про проигрывает по золоту уже меньше, всего лишь 6 тысяч. Причем, ну, где-то 7, пускай, 8. Начинали с 16 тысяч. Даже с 17-18. Как сложно цифры-то от гуманитарию даются, да? 10 тысяч экспириенс отыграли только что. Виртус Про за последние минуты 3-4. Под смоком команда Яхоум заходит в спину коллективу Виртус Про или в лицо. Тут, как получится, смог провязали ВП и просто уходить отсюда. Ну, ничего не случилось. Пойдем поищем их в их лесу. И эти идут под смоком. Пойдем поищем их хотя бы в нашем лесу, я не знаю. Ну, и на мид лейн сейчас выходит Лина. Команда ВП сразу же на развороте. У АйДжея нашли и видят. Кто будет прыгать? Если реведж от Фобоса зайдет классно, тут все развалятся. Реведж от Фобоса заходит просто великолепно в одного УайДжея. И все. У АйДжея в итоге все равно, конечно, запилили. Или да, он БКБ провязал. Вот здесь Лагуна Блейд от Рубика. Прямо по линии. Не нравится тебе это, а? Так бить, ребята. А сама как получать, так сразу валить отсюда. ВП забрали Розора. Это очень важно. Лину тоже, в принципе, отправили пока что поотдыхать под фонтан. И за это время можно пойти и снести центральную сторону. Сигил тоже забрали. 120 голды заработал здесь год. Ну и байбека у Розора не имеется. Лины и Лагуна от Кэдэшелса, но нет. Рефрешер Арбак. Теринкор для Тайтхантера. Ужас, как хорошо. Тайтхантер же бьет постоянно магией. Поэтому невероятная муфа будет для Тайтхантера. Он тут сгаша сколько поимеет. Представляете, да? Какой вампирик будет жесткий. Энкор смеша хилится на 800. И всю команду хилит. Странно, конечно. На самом деле, очень странное решение. Ни Шива, ни рефрешер Орф. Теринкор. Сити Уай прячется в сноубол на дичайшем лоу-хп. ФНГ здесь тоже лоу-хп. Но ФНГ ультаж через 11 секунд. Убивает Виверну. Убивает в итоге Сити Уай. Ланем далековато отсюда. Ротикея пытается распилить. И Гот просто с руки его пили. Гот дальше за Ланемом. Ланема не видит. Байбек сразу же от Элитана. Байбек от Энчент Опарэйшена. Готовы файтиться дальше. Сюда уже бежит Винтер Виверна. Прыгает Виверна за годом. Гот даблкил в этом файте. Аппарата. Надо кого-то цеплять. Давайте зацепим Саву. Уай Джей под кулдауном. Уай Джей есть БКБ. Затягивает он на хайграунд своего оппонента. Уай Джей сразу же БКБ на хайграунде. Гот дальше за Ротикеем. Ну идите и бейте. Есть же Аэго. А с другой стороны есть получше. Цель есть мидлей. Команда ВП. Фуши Барраки на миде. Ульта пошла от Квапы. Соник Вейв. Частично продамажил тут команду. Ехум. Но пока... Пока-пока убийств таких, чтобы можно было заканчивать, игру еще не состоялось. Цепляет у нас Иллидана. Гот начинает бить Иллидана. Что ж, я пиду, мне как брат. Гот. В итоге Иллидан у нас разваливается. И разваливается у нас Гот. У Гота есть Аэго. Уай Джей здесь очень неприятно, конечно. Наваливает Гот. Соник Вейв по Уай Джей. Хватит. Успокойся. Роти Кей под Колден Брейсом. Прыгает на ДДС. Плевать на этого Роти Кея. Сайенс пошел в Роти Кея. Гот просто с руки наваливает по нему. Сюрикен в крипов. Ланэм просто сумасшедший. Вы видели? Он влетел. Удал Сюрикен в крипов и ушел отсюда. Отлично. Минус, по-моему, 3 в этом файте сделала команда Вирту Спро. Или минус 2. Заработали чуть-чуть по золоту, но потеряли двух своих героев. Иллидан и ФНГ отъехали в таверну. Байбеков нет ни у одного, ни у второго. В это время топ-сторона отвалилась, кстати, у команды Вирту Спро. Или в это время, или давно. По-моему, давно, кстати. Давно. 50 минут уже сыграно. Ну, очень напряженная катка на самом деле. Аж как-то взбодрило к половине третьего ночи. Две с половиной Вирту Спро. И по... По экспириенсу и по голде впереди Ехомы на 4000. 50-я минута вообще не решает. Здесь вот кто не решает, кстати. На удивление. Гирокоптер на 50-й минуте просто... Жутко смотрится. 4-5-12 у Гирокоптера. Иллидан как-то две последние игры огорчает. Не надо так. 51 минута, Акторинкор. Чего добился ты? Нормально. Таггер и Акторинкор. Ну, мекай-мекай, конечно. Но Таггер и Акторинкор... Это я не знаю даже, что сказать. В этом, наверное, есть, конечно, свои плюсы. Вот у него теперь кулдаун 112 секунд, а не 150. Наверное, это свою роль где-то сыграет. Когда конкретно будет 112 с половиной секундный перерыв между файтами. И вот тютелька в тютельку Тайтхантер влезет по КД. С другой стороны, ему интеллект тоже нужен был, да и хп не лишняя была. Ну, пускай, чё я флеймю-то. Вещь полезная. В минус так точно не пошла. Фобосу. Радиент's top tower is under attack. Вот, как написал наш статсмен рассудительный. А всё-таки есть вариант у Империи сейчас выиграть 2-0 у коллектива MP Hot Sexy при поражении команды Virtus.pro. Империя по личной встрече, как я понимаю, идёт с девятью поинтами в сетку винеров. Если это так, то прошу в чатик ещё раз написать. То я тут запутался с цифрами, с взаимоотношениями одной-другой команды. Посмотрю немножечко к вапу. Хватит, посмотрел. Ну и команда Virtus.pro собирается на Т2 по топ-лейну. Вайджей уже ждёт своих оппонентов. Вот Шивасгвард. Почему? Разор. Надо было собирать иктеринкор. Это работает. Года ловят. Год лоу-хпшный. Плазмафилд по нему. Года забирает вайджей. Байбэк у Года есть. Он сразу же байбэк. Эйцареведж пошёл от Фобоса. Но Фобоса здесь вайджей просто разносит. Соник Пейф от Года сразу же. Просто на тревелах сюда прилетает Год. Год нормально дамажит. Куда-то ушёл. Год у нас прыгает на секрет шоп. Сидевая ловит у нас Года. Стант пошёл по ФНГ. ФНГ в таверну. И Год просто отсюда отваливает. Команда Ехоум не потеряла, как я понимаю, никого. Зато там ещё и Фобоса развалил вайджей. Ну и это просто разнос команды ВП. Сколько же деньжи здесь Ехоум подняли? 4 700. Они минус 5 сделали. Тимвайп от них. Надо сказать. Это модное слово. Тимвайп. Тимвайп, тимвайп. 8 400 по экспириенсу. 4 700 по голде. Команда Ехоум, по идее, будет сейчас идти и сносить как минимум одну сторону. Это было бы правильно. Это было бы нормально. Ну, ВП, конечно, шанс дают. Ехоумом жёсткий. Ну и заходят на мидлейн игроки команды Ехоум. Эдхантер. Классно, да? Актеринкор работает сейчас. Вообще прям великолепно. КД уменьшается до умопомрачительных просто. Размеров. А вот, кстати, теперь и откдешится. Ждёт 7 секунд. Команда Ехоум отходит. Переживают за результат этого матча. Ну и на Рошан отправляется Виртус Про. У Фобоса ещё 1600 до появления Рефершера 2. Многовато, конечно. Ну и файт не состоялся. 55 минут, 50 секунд. Сейчас, в принципе, долго будут стоять и думать команды. Мне так кажется. Всё не то, в принципе, всё не так. Потому что... Непонятно сейчас. Ворваться в какой-то файт необдуманно. И слиться это потерять, в общем-то, все стороны. Или сразу потерять трон. Ну и начнётся. Мысли, что не поздно ещё, не поздно. Или рановато врываться, рановато. А вдруг ошибёмся. Тут ляг начинается. Но здесь команда принимает какое-то хотя бы более-менее решение. Отправляется на Рошана. Роти Кей прыгает сразу же. На Иллидана. Иллидана распилили. Иллидан без байбэка. Его здесь не будет. 77 секунд. Как мало надо Иллидану на то, чтобы отреспауниться. Это говорит о чём? Это говорит о том, что на 57-й минуте у Иллидана 20-й левел. Как вы это объясните, господин Иллидан? Ну и Роха падает. Для команды Иллидана драться вообще не алё. И Клапана орала и ушла. Вот кому Актеринкор зашёл. Ну и теперь Уай Джей у нас ещё. И с Аэгой. У него есть Кираса. У него есть Саша Яша. Которую, кстати, надо бы и продать. И купить что-то себе повнятней Разору Виверн в это время. С Глиммер Кейпом есть Блинк Даггер. Форстаф для ДДС. Лина. Рефрешер Орб. Аганим. И Уллвод кому неправда нужен Актеринкор. Вместо... А вместо чего? Вместо ничего даже. И непонятно вместо чего. Айш Муншард съест, если что. И успокоится Лина. А потом Башер себе соберёт. Сабисал Блейдом. Тоже, кстати, нормальная тема. И Улл продавай к чёртовой матери. И покупай... Какой-нибудь артефакт на дамагу. Я видел Лину. Да, в частности, она от ВП, по-моему, была. ВП против Эмпайр играли. В каком-то там... Незапамятных времён турнире. И Абисал Блейд на Лине был... Очень даже дамажащим. И ВП, по-моему, тогда даже и выиграли. Здесь вот на хайграунде. Стояла Лина и расстреливала всю команду Эмпайр. Тоже Иллидан играл на Лине. Ну, здесь, правда, и Хоумы играют, как бы, на Лине. Не знаю, смотрели они этот матч ВП против Эмпайр. Но они представление о доте в любом случае имеют. Фобос прыгает и реведж по Вайджей. Вайджей прячется в сноупол. Ульта ФНГ его теперь не касается. Ульта от года по всем. Нормально. Он Фобос, рефрешерор. И второй реведж за этот файт. Виверну забрали. Забрали Туско. Байбеки от всех. Поднимается Вайджей после потерянного Эгиса. И сразу же Аевзе Сторм. Он до этого его просто не узал. И начинает наваливать по Фобосу. Иридан в файтах не участвует. Иридан просто выпал из этой игры. И сейчас Герокоптер. Это его время. 60-ая минута. А Герокоптера нет. Потому что здесь Год. Здесь Лил. Здесь Фобос. Промакивается у нас Год. Соник Вайвом. Развалили у нас Фобоса. И Дарин Кор не помог. Трон падает. Команда Virtus.pro сливает вторую игру. Что такое? Как оно? Что творится? Что происходит? Вообще непонятно. Просто непонятно. Ай, жесть какая. Команда Virtus.pro. Теряет. По сути, вариант. 100% закрепиться. В сетке. Вина.